Так, всем привет! Начинаем наш стрим. Любимчики в бою, игра против Nitro Sabon Spider, по ней влазь, стрим, любимчики в бою, игра против Nitro Sabon Spider, ЛХП. Окей, поехали, у нашей генерации красный цвет первый, а, кстати, надо сейчас забанить. Киллфорты. Киллфорты. Монолиты. Окей, понеслась. У меня только один вопрос, где изображение? А что, его нет, что ли? Так, давай-ка посмотрим. Ребят, нет, должно быть изображение, почему нет-то? Меня показывает. Может быть нажать кнопочку play кому-то? Так. Так. Вроде все нормально. Все окей, на встрече пишут все окей, все полетели. А, ну тут у меня сильная стартовая армия, но мы начинаем с землей, поэтому… Звук идет, все окей, на ГГ. Ну не знаю, братан, что-то у тебя тогда с этим. Так, здесь у нас блок. Так. Папа Crack зашел. Так, какой я бонус выбрал старту? Ресурс? С кого фига я выбрал ресурсы? Обязните мне. Окей, ладно, погнали. Так, начинаем. Так, ладно, закупаем здесь 50. Хорошо, поехали. Ничего, все нормально, ребят. Ну один стек, так один стек. Может быть сейчас нам сдаст что-то поинтереснее. Зато он есть. Зато еще с другим героем пришла армия, поэтому… Поэтому все ок. Сейчас мы, наверное, проще даже их стреляем. Блин, но он сюда убежит. Так, все. Здесь пока застрелили все. Сюда побежали. Ага, так. Вот так вот сделаем сначала на разведочку. Ага. Ну сюда можно даже как-то пробежать было бы. Окей. Ну мы прямо сейчас, наверное, этим и займемся. Хотя можно и Ризе отдать. Сколько у нас получается? Шестая скорость. Ну да, нет, с ворами лучше калхам сразиться. Здесь охрана. Ну с эфритами он там легко ляжет. Мечка им пол. Единственное, что немножко не это. Накосячил, конечно. Только неудачно мы встали. Ну да ладно. Окей. Немножко подстрахуемся от морали. На поверхности залу это более важно. Да, согласен. Задача на поверхности меня более чем устраивает. И даже очень большая вероятность, что мы эту раздачу заиграем. А вот эта битва будет сложнее, между прочим. Потому что... Хотя не факт. Единичек нет. Ага. На чужой земле мы потеряли меньше чем на своей. Прекрасно. Так. Куда здесь надо пробежать нам? Нам надо как-то армию вернуть. Здесь мы в любом случае не успеваем, даже если кучку возьмем. Хотя может быть успеваем, но я смысла не вижу ее прямо сейчас брать. Ага. Важнее наверное армию вернуть назад. Ага. Нормально. Так. Пробежимся к октавии. Немножечко хорошие артефакты здесь охраняют торговодиты. Правда многовато тут бы некробы найти. Некро нашли. Ок. Слушай, не знаю почему проблема с плечом. Ну все должно быть окей. Так. Ладно давай. Ой длинный гашарль походил зря. Ну ладно. Ой длинный гашарль походил зря. Ладно. Слушай, не знаю почему. Поехали. Yep. Продолжение следует... 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 самое противное что не выкупить я думаю взять будут рискнуть и крэга затернуты рюкзи ну посмотрим что даже подумаем заиграть то есть если он гашанов полил но скорее всего спалил там много-много процентов на это ну ладно возьмем если что 1 1 2 ему тут немножко рискуем так смотрит стрим понятно что он не не возьмет то есть он быстро принял ход значит увидел он гашана ничего папа знает что делает там видимо блок какой-то просто был вот 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 типа че такой галтрана спрятал но я говорю ну и вот не так я считаю первую генерацию какую-то тут тупо взял ртуть зачем-то непонятно вообще бред короче я сам не мешает ну так все окей гунар ну кстати я сам от на excel плюс у шаблонов люблю стартовать гунаром мне он прям ну у него очень сильная обилка есть возможность ее раскачать то есть актив не сильно требуется о ну тут у нас если честно не такой уж хороший стартовый расклад стартовый расклад не такой уж прям шикарный из-за того что подземка но мне всегда придется с этим считаться поэтому поэтому тут уж чуть не поделаешь на спайдере где можно на второй неделе клубу дайте захотеть но одно с одной стороны можно а с другой стороны и не можно потому что тут всегда есть куда например сбежать не всегда идти прям вот ну а как вот идти вот ты просто взял взял и пошел что ли то есть ты должен тоже какой-то жир насыпать чтобы ты ну имел основание идти и убивать опов потому что ну потому что так то есть ты пока муж к нему пробиваться он будет чистить резку брать конца ты будешь идти и попив его в сторону если жир конечно тебе накидает ясное дело что можно то есть дорогами повезет тут можно и пробить всех но не всегда так получается чаще всего игра на спайдере то есть но она добывает такое что встреча на 2 но тут либо закончили либо разбежали по углам или получается долгое машнилова что я прогулка спайдер на самом деле мы его сейчас играем без перестройки кстати то есть тут можно еще и контроль не найти поэтому игра интересная может получить а может быть он в первый топик получит контроль и убьет меня такое тоже возможно но тут нам сдало два стека здесь так есть получается 25 гугов хороший стартовый секс разник рим нормально все если с концой сведет мы может быть ее на первой возьмем если там минималочка будет ну и там это попробуем пробиться куда-нибудь ну если там если здесь близкий выход есть куда-то на интересную нас получают фиолетовый комп фиолетовый комп это не наш ком это таком близне к моему оппоненту вот поэтому наши комп и соответственно вот этот вот вот этот вот и вот эти вот эти два одинаковые в лизости на камней к нему эти ближние к нему а это ко мне поэтому если допустим розовый был бы инферно мне было не те куда поинтереснее мне можно было бы выйти при случае игра на самом деле можно сказать в какой-то степени решающие то есть победа мне даст выход из группы причем но верхнюю сетку естественно поэтому надо поднажать но оппонент очень очень хорошо играет и там у него сильный поэтому будет трудно ну я готов окно оппонент заигрывает пока кстати даже не смотрел какие у него герои приходили но как-то я это немножко отвлекся жабик хорошо зашел кстати очень хороший герой так мы сейчас будем строить гогов область разобраться здесь еще тоже надо что-то придумывать на самом-то деле от этих бабочек как-то спрятаться у меня нету двух гектовых юнитов типа собак я не могу позволить себе разделить гогов на два стека женщины нету стрелки тоже плохо ни у кого нет стрелки ну ладно я думаю тут феечек не так много будет спрятались это туда полетит лучше бы в этого стрелять морально тем не менее нам это все равно на руку без разницы так окей блин а где без это всем героем тут совсем их мало а гогов у меня достаточно много а и разбираем потихонечку так ладно разобрали лучше зомби бить жабиком но не знаю да можно было и жабиком но у меня пока первых это нет желания его покупать проверим сразу концу значимые ну да минималка . богов тоже интересный вариант интересная охрана и обзор к там виднеется это тоже за несложной охраной попробуем до туда добежать ничем ход сделал одну клеточку назад давненько я такое такого микро не видел от не тралов так брать ли армор да ну давай возьмем так нужно ли мне взять нычку закончился ход неожиданно так ну ладно фиг не с нычкой нам сейчас героев надо больше купить ничку заберем следующих ходов пока тут нету серьезных баталий требующих ударные пробивной силы но нычка определенно приятная штука ну чё себе взрыв получили зомби так так этим доходим да смотрим кто-то другой может быть доходит тоже это понятно нету овечка не доходит купим героя но интелл должен дойти сто процентов вид там жабик это прям топовый герой завозит так ну давай вскроем обзорку ладно посмотрим что здесь есть значит у нас какой-то долгий выход за копейщиками но есть две концы посмотрим сейчас что оппонента хотя бы здесь вот оппонент неплохо получил стартовой армии но у нас есть нички посмотрим покупаем жабика но он быстрее ходит чем так наверно герой не накоплю поэтому прямо пробегу немножко здесь у нас 2049 волков ну волков ладно мы как нибудь то это законтрим в итоге как ушел немногим ближе так мельницу мы не посетили сейчас герой фронии не купить да интелл саму сможем но это мы уже проходили битву с кентаврами вот кстати и ему бы как-то армию бы назад бы отдать и было бы шикарно что мы успели бы еще здесь прихватить сундучок после вот этого поэтому наверно нему заберет армию у интелл но скорее всего после пересчета скорости придется забыть о таком приятном бонусе как сундучок так но это ладно у нас по героям ровень то есть нычка есть можно и поесть да так здесь у нас выход выход всего один да по дорогам у нас дало очень плохо что будем делать гогов грейданой до гогов грейданой во первых нет ртути это раз во вторых но пока нет смысла но вообще это в плане грейд вот у нас две концы есть тисночка гогов да но дороги очень плохие очень далеко шахта непонятно где интересный довольно оппонента расклад плюс у нас какой-то синий цвет непонятный так но у нас из конца минималка да даже не знаю с этим делать но я склонен здесь наверно все таки отрестартить все таки ему по армии там дал накидала довольно неплохо возможно я пожалею что я здесь не взял рестарт даже эту генерацию сохраню на всякий случай посмотрю как здесь генерила мне этот распад от крови ноге не нравится насчет таких убогих дорог но опять же мы не знаем может быть здесь там жир какой-то да а концы концы штука такая хорошая концы еще надо взять ну допустим дичьку мы возьмем здесь непонятно ресурсов нету шахты руды тоже нету то есть но я все-таки склоняюсь к рестарту потому что я думаю на 113 может если то есть мы здесь не найдем ничего в этот завязь и конечно возможно этот расклад заслуживал просто посмотреть второй день хотя бы но нет но все-таки нет ладно мы есть и и будем играть новую игру красным цветом все таки распад был интересный но все таки все таки я спланируйся к рестарту так вопросы кстати будет крайне любимчики для охоты но это такой интересный вопрос кстати планируется какой-то турнир но он будет не такого же формата как любить немного другого но это все пока проект может быть и все так растет но пока нет такого не планировалось типа какого-то варианта любимцев нет планировалось здесь был очень спорный рестарт на самом деле очень спорный не дался дался он мне как-то так ну непросто такое мнение есть что могут меня наказать за такое следующий генерация где я возможно буду и рад потому что мне раздало ну пока так пока так пока смотрим изучаю но оппонент отошел видимо куда-то не хочет заходить так поехали ну оппонента кстати был гашан он мне написал поэтому возможно мы чучка не подвела ну кстати очень я не не внимательно отнесся к оппоненту к раздаче оппонента и не смотрел за его героями так здесь у нас нет что за невнятное но гоги отстроены и это хорошо денег тоже сдало хорошо посмотрим что нам 1000 золото аж бонусом так тут сразу нычка архангелов и и но обход есть да все равно будем драться да потому что ну а ну что делись хоть не делись но тут реально только спасет меня но сами знаете кто поэтому смело прям прям смело смело выкупаем все скупаем все идем малым и так ну и тихо эти вообще здесь не нужны да берем еще без 50 с бесами и копеечками будем закрываться одни как-то откидываться вопрос строить ли мне сейчас демонов но я думаю что да потому что демоны все таки здесь очень помогут ну еще парочку надо на случай удачного очень стечения обстоятельств ну без ладно они останутся но нет все таки останутся все окей поехали он там будет еще один герой с бесом поэтому ладно ничего не буду справлять ладно поехали посмотрим как покатит ох и долу дачи обязательно посещаем он нам удачу принесет уже принес ну то есть тут явно что блок 3 я не пройду никак то есть если здесь будут и будет когда дракон или ну кто то что то очень быстро мы попробуем если нет то что ты льяви как говорится так а так охрана здесь у нас не не детская ну рассказывай я пока рэди нет в чате я думаю мы можем еще как то как то что-то попытаться поймать шоколад какой-то здесь мы прикрываемся немножко да он вообще удивил меня прям удивил удивил я даже даже я такого не ожидал хода что полетит сюда ну пока не долетают и хорошо ладно так значит навал пошел на демонов в принципе это было довольно ожидаемо что-то пока выйдет так так пробить вот этого от демонов чуть ниже да ну попробуем так блок поставим здесь ударим и поставим скибетов как бы не тяжело бы это не было принимать такой удар но надо оба хорошо все но все равно бетов нам не спасти поэтому просто задеваемся о хорошо ох и дал удачи просто не прощает ох ох ну коровки не то что бы хотелось конечно поэтому рестарт можно можно чисто чисто пофаниться с коровками попытаться там пробиться но я думаю что коровки как где сядут там и слезут да с такой моралью особенно ну ладно че ну тут быстро мы отъедем я даже думаю а нет нет не слушай выиграли бой ой ну гогов много потеряли ладно тут можно было кстати попробовать и попробовать без гогов напасть они тут отъехали быстро а тут можно было кстати где-то потери коровки одной ограничиться наверное если без гогов было напасть ой зачем это сделал ну я уже тут наверно морально просто перестарту готов поэтому на компьютер подрался лучше но не суть в принципе этот расклад играть на все не будем хотя вот допустим было бы интересно все таки попробовать нормальный бой провести возможно все таки судя по этому раскладу прошлый рестарт был конечно да точно нычка архангела сломалась поэтому придется только так играть да обидно что приходится этого блока брать рестарт но хотя на самом деле попробовать без гогов напасть на него можно было что-то как-то и может быть сообразить все таки все таки может все таки постреляли в аниме лукарей копейщиков да коровы может быть бы порешали фигними с копейщиками но расклад это изначально был стрёмный поэтому я не жалею абсолютно его так ну вот это мне нравится сдача если тут не будет каких-то жутких блоков то я вполне буду доволен это вовремя тащи спасибо привет всем кто подтягивается будем смотреть что там сейчас будем серьезно играть о жейгар появился жейгар это не шакти это радует что там это и то есть что там и 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 г и и и и и Вот тут бы блока какого-то не было непонятного, и можно играть. Так, он... О, Шакти пришел. Ё-моё, неужели там два родных героя, а? Да. Ну, первый точно родной, второй не факт. То есть, второй мог быть следом за первым. То есть, если там первый был же Игар, это маг, да? То есть, второй воин, такое, да, реально, что они оба рядом сидели. Но, Шакти мог быть с одним стеком тоже поедину. Рестарты все? Нет. Он взял один рестарт, я взял два рестарта. То есть, в принципе, еще сейчас может быть рестарт. Но, если сейчас будет какой-то изменяемый расклад, то есть, как бы, какой-то адекватная какая-то разбежка, это более-менее, я не буду рестартить, даже несмотря на наличие, там, Шакти. Не знаю, наверное, еще должен Галтрана показать, чтобы я точно, ну, тогда придется действительно брать этот старт. А так, ну, может быть, там и армия, да? А может, там и блоки, кто его знает? Поэтому, ну, непонятности. Здесь я буду отталкиваться исключительно от своего расклада. Да, то есть, возможно, еще родного компа как-то удастся покарать. Быстренько. То есть, что могло плохое случиться, случилось, поэтому тут уже реально только Гошана ему не хватает для того, чтобы прям по кайфу все разумирать и разломать. Если у него Шакти пришел с нормальными армиями, еще плюс два родных, то там может быть троглодитов под 160, и он там может хоть трешку сломать к концу на первой неделе. Поэтому, блин, опасно. Это опасно так выглядит. У нас два стека. Не худший случай. Денег опять максималка. Ветов хорошо сдалось. Здесь Гогов тоже нормально. Менький хорошо. На разгон вообще самое оно для Инферно. У них с разгоном тоже пробой. Так, ну так, смотрим, что там у него появится. Ну, когда появляется здесь Шакти, в принципе, что он покажет еще какого-то другого, просто шансов ничтожно мало. Потому что Шакти по дефолту со стартовой максимальной Value Army, поэтому, чтобы кто-то появился еще, здесь уже можно не смотреть. Мне кажется, ленимости чаще со старым героем приходят. А были времена, когда Нимусом я стартовал. Поэтому неудивительно, что она ко мне заглядывает. Ну, там прям, наверное, какой-то раскладец божественный. Что мне придется в святилище забиться. Лёпци, расскажи про то, как и что отображается в таверне. А то непонятно. Но, смотрите, ребят, рассказываю. Прямо можете записывать на бумажку. В таверне, когда первый день идет. Именно только, это только для первого дня. Справедливо. Ладно, отложим ликбез. Пока ход. Надо было купить из этого болотного героя. Ну, ладно. Что я сначала туда-налево направить. Бежим сюда, заберем что-нибудь. Читат воды. Здесь пока ничего нет. Так, болотный герой. А, узкая хат есть. Пафнер пришел. Привет, удачи, привет. Привет всем вообще, кто присоединяется к трансляции. Так, обзорочка. Отлично. Два сундучка. Ну, наверное, под охраной. Ну, причем не слабый такой охраной. О, артефакты. Артефакт хороший. Очень приятный. Здесь, ну, здесь вот, здесь получается, можно собрать на первый день. Можно. Тут у нас, дерево у нас где-то вообще заблокировано. Но, хрен с ним, у нас несколько демонов тоже, в принципе, приятно. А что по героям? У него Гунар. И сколько героев, вот, и того, не понятно у него. Но, тем не менее, норма по героям. Есть некромант. Нужен ли нам сейчас некромант отправить его в камень опыта? И, возможно, куда-нибудь выстроить на 5-я нычки. То есть, у нас есть хороший, кстати, артефакт. У нас есть щит, у нас есть меч. То есть, приятно. Приятно. Так, посмотрим, что мы можем, куда пробежать. Купим Фахнера. Может быть, ему дать волну смерти такую-то, да? Не учить. Некроманты, некроманты. Нет, ну, пока Фахнера купим, просто пробежим им по дороге. Имба-герой Саурук. Топовый герой. Надо еще не забывать, что надо строить будет Гогов. Так, там сундук, возможно, Влог. Ну, пока так. Только двести есть, двести есть. Ага. Здесь блока нет. А золото есть, отлично. Нашли. Топовый Саурук пошел в бой. Ох, ну, сундучки, сундучки. Так, ну, это раздача мы, несмотря на шакти, будем все равно играть. Мне давненько так не завозила по деньгам, по героям. Поэтому... Калха мы отправим сейчас вверх, на змейки. Армию пока не трогать не будем. Побежим наверх. Просто подразведаем. Я сейчас, ребят, я расскажу подробнее все про это дело. Что у нас здесь за охрана? Мы вот так сможем сходить, сможем. Здесь у нас охрана легкая, развилка хорошая. Деньги есть. Что у нас по героям? У нас мы уже перегнали по героям его, и это меня очень радует. Поэтому мы сейчас покупаем септиену. Гогов строим. И идем забирать мучку демонов. Вместе с армией. И надо еще нам купить, чтобы герой остался. И на герой осталось здесь. Две 500 как раз будет. Отставим. Еще Айнина купим. Айнин тоже хороший, бодренький герой. В принципе, здесь можно бахнуть горгуль. И как-то попробовать вот сюда пробиться. Но опять же смысла как-то в этом особого я пока не вижу. Пока вот у нас есть дерево здесь. Дерево здесь есть. Магия земли. Не могу отказать. Хотя опять буду об этом жалеть. Но да ладно. Здесь надо попробовать взять септиену. Но на обратном пути. Куда мы пошлем Айнина? Айнина. То есть, либо мы его подошлем ближе к дороге. Наверное, да. Либо пошлем куда-нибудь вот сюда. На разведку. Возможно. Пошлем вот сюда, вот сюда, чтобы здесь что-то поконтролить. Тоже вероятно. Здесь героев и так много. Поэтому да, я склонил к тому, чтобы отправить его вниз. Брон. Змейку ему дадим. Адвант можно. Прекрасно. Заодно проверим сейчас схатку, наверное. Или лучше больше разведки сделаем. Бонором дадим. Так, здесь ребра отлично. Прямо. Все, я готов тут отжигать на этом раскладе. Все. Так, смотрите, ребят, что я говорю. То есть, когда мы имеем дело на первый день, первый день. То есть, по умолчанию герои все приходят с армией. То есть, кто-то приходит с гогами и бесами. Этот пришел с одним гремленом, но в уме программы он приходит все равно с гремленами, с горгулями, возможно, с големами. То есть, у них у всех какая-то дефолтная стартовая армия есть. Когда мы видим, как оппонент покупает героев, в программе заложена вот эта дефолтная сила армии. То есть, он купил, допустим, вот у него есть Гунар, да? Ну, Гунар, допустим, зашел с одними проглазителями. Он покупает второго героя, того же Жейгара, как он купил. У Жейгара проглазит и гарпи, и глаза. То есть, Жейгар сразу по силе армии впереди. Он отображается в таверне. Вне зависимости от того, соединял он армию или не соединял. Информация об объединении армии нам еще не поступила. Он ход еще не передал. То есть, когда он армия... Ну, а информация поступает ко мне, когда он передает ход. Когда вот это вот прогружается, и данные передаются о изменении него. Дальше. Что дальше? Вот эта вот вся информация, в которых... О памяти героев, то есть, армиях. Отображается в таверне. То есть, появился Шахти, у него по умолчанию самая сильная армия. Ну, если он, допустим, не с одним стеком, имеется в виду, а с тремя, допустим, или с двумя. То есть, он появился, да. То есть, его уже другим каким-то героем не передить. То есть, Шахтер пришел с единичкой, не с единичкой. Так же, как Галтран. Он все равно спалится. То есть, допустим, если у нас, допустим, есть Шахти, то Галтрана мы можем не спалить таким образом. Это справедливо только для первого дня. После передачи хода, после того, как передали ход... Вот у меня армия вся у Ситиены. То есть, новый герой не придет, с армией сильнее, чем вот эта. Поэтому у него будет на его ходу всегда отображаться Ситиены. То есть, теперь я уже не рискую кого-то там спалить. Но, опять же, если я прячу героя со всей армией в замок, он считается... Или просто разбиваюсь им. Ну, может быть, даже без армии, но я просто им разбиваюсь. Тогда он попадает в таверну, и информация о нем теряется. Ну, вот, вкратце, суть такая. То есть, почему он, поня, подумал, что я спрятал Галтрана в первой генерации? То есть, он подумал, что я там хитро сделал, спрятал Галтрана. Потому что я Галтраном слился, и он ушел в таверну. А он подумал, что раз он из обзора ушел, значит, что я его куда-то наверх в замок засунул, типа, чтоб он не догадался. Конечно, там многоходовочка, но тем не менее. Тептиене будет желательно, конечно, Некромантик сейчас скачать. Если бы на первый день купил Брон, а он бы светился к моим мейном? Да. То есть, у него бы были Василиски, как будто... Ну, то есть, я не знаю, для меня он с единичкой, но у компьютера в памяти он с какой-то стартовой армией. Ну, с какой-то рандомной стартовой армией. И, возможно, если бы это были бы Василиски, соответственно, он бы показался мейном. Если бы нет, не было Василиски, он бы ни кем бы не казался. Так. Так, 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 стик. Так. Пока этим героям пока не будем ходить, но, скорее всего, все равно возьмем вот это вот все. Барахлишечка. А водяные мейны... Ну, это мы можем сундук брать из-под охраны. В принципе, это нам не запрещено. Дальше. Ну, сундук мы взяли, мы считаем героя можем сейчас купить. Хотя сундук был топовый, естественно. Так, допустим, мы сейчас сундук тоже возьмем. Он нам все равно нужен. Нам нужно как-то выкупать демонов. Здесь мы как-то должны все-таки разобраться с этими саптунами. 14 бетов будут единички дорезать. И троечки. Ну, ты попробуй убей еще. Запинали. Целых 4 скелета подняли. Неплохо. Сыграно. Демонов все равно мы будем вытаскивать. Не знаю, что это мне будет стоить, конечно. И кольчугу мы тоже будем вытаскивать. Это пока забираем. Все равно я планирую тут поднетрить немножечко. Не забыть отдать, наверное, все-таки. С потерей мы тут понесем, бета не забыть, надо отдать. СТОН. СТОН. Скажи, что это не нужно? СТОН. Я не забыть – неachtе. СТОН. И это не через талант. В vielшую голову. СТОН. СТОН. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь надо проверить... Будем ли мы здесь покупать героя или воспользуемся услугами NIMUS? Ну ладно, попробуем пока так... Не знаю, конечно, может не накосячим, как обычно... НIMUS все отдаем... Так... Сюда можно найти... Ладно, сходим назад... Ну, кстати... Единичка... Мухи-то пригодится очень даже... У нас в этом случае заберем... Ну, чтобы не просохратить все это... Ну... Какую-нибудь ситуацию... Ага... Ну ладно... Здесь у нас есть еще что за счет... У нас есть еще что за счет... Не дошел чуток прям... И тут еще сундучки... Может калхам добежать... Угу... Как раз... Как раз на таверну получаются деньги на героя... Давайте, наверное, так и сделаем... Чтобы не это... Заодно и разгонимся... У нас есть папки... Папки брон... Жалко мухов... Поэтому не будем здесь ничего отбить... Перетаскивать... Так... Что-то сюда... Здесь... Кто у нас идет? Вена... Айнин... Ну, наверное, тогда... Все равно демонов, но и гильдию тоже будем строить... По идее, тут без разницы... Ага... У нас... Пятая скорость... Все на пятой скорости... Поэтому... Ошибка... Разгоняться нету... Можно даже на работе... Или вот так вот... Сделать... Чтобы на змейке разогнаться... Давай вот так сделаем... Окей... Все... Ты сюда... Этот... Этот назад побежит... Все... Пока... Пока все... Good... Так... Чатик немножко отвлекусь... К коричневому... Опять же... Может быть... И... К коричневому... Но тут... Не угадаешь... Соответственно... Вот это одна дорога... Где идет... Наверное... К бирюзовому кампу... Другая... К коричневому... Но... Тут... Еще есть... Бездорожный выход... Стрыжу... Ну... Будем поглядеть... Так... Пока не знаю... Пока не знаю... Пока не знаю... Кто будет мейном... Может быть мы еще найдем кого-то... Хорошего героя... Может быть... Может быть лобета с землей... С быстрым словом... Может быть... Но... Мир вряд ли... Он тут... Сильно... Не нужен... Ахиптиена... Но мне надо... От нее... Кроме... Ничего не надо... Герой с грамотностью... Тоже... Качать... В принципе... Как вариант... Быстрые... Концы... Тоже... Пойдет... Покажут... Выбор огромный... Нимус... Опять же... Смотря... Что... Получит... Непонятно... Немножко здесь я накосячил... Да... Что может быть... Стоило все-таки... Ну... Не бежать до упора с уругом... Где-то может быть... Свернуть... Там больше... Ну... Это ладно... Это все хрень... К большому счету... Сейчас нам нужно дерево... Дерево есть... Вот кучка дерева... Вот кучка дерева... Лучше... Все наберем... Вот... Разведывать дороги... Сейчас побежим... Броном сбегаем сюда... То есть по бездорожью... Немножечко будет обход... Но... Но да ладно... Там если близкий телепорт... Но... Смотри опять же... Какая охрана... Компу охраны... Они сильнее... Сауруга в папке... Это вообще... Сауруг это топовый герой... И я... А... Нет... Тут везде охрана 3000... Все... Так что можно не бояться... То есть я думал просто... Я 6LM перепутал... Что тут 6000 будет охрана... Нет... Тут везде охрана 3000... А трэш... Трэш... 12500... И двойные... Ну... Понятно... Вроде все помнят схему... Кто не помнит... Посмотрите на форуме... Схему... Спайдера... Сауруг это имба... 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 Кстати... Откуда пошла... Имба... Сауруга... Пошла... С игр... Времен 2 на 2... То есть... Когда мы играли с Леброном... У нас случилась такая игра... Где он играл за данж... Я за кастл... И он стартовал шакси... А в итоге... А в итоге... Качал папку Сауруга... То есть там был... С экспертной водой... И вот с этого момента мы долго... Ржали... Что... Сауруг это имба... Которая вообще никогда не контрится... Потом... Ну... Так посмеялись... И ладно... Потом следующую игру... Он играл в Леброн G1... Играл... На джебе... И нашел на 1.1.2... Книгу земли Сауруга... В могиле воина... Это тоже такая тема была... Веселая... Поэтому... Вот с тех пор Сауруг считается имбой... Вообще... Которая не контрится... Ну... Кстати... Вот допустим... Для Войны Магов... Очень даже неплохой герой... Вот так вот... Если кроме шуток... То есть у него... Очень хороший... Почти максимальный шанс на логистику... Мудрость есть... Не самый плохой резист... Навыки тоже не самые плохие... У него параметры прироста навыков... Поэтому... Конечно это не Десса... Не Гундула... Но... Тем не менее... Тоже довольно средний герой... Но и с другой стороны... Это не какой-нибудь там... Зидар... Или... Там... Какой-нибудь... Бой... Стик-топчик... Надо будет Гильдию Магов построить Айнину... Может быть он кого-то там еще пробьет... Магией своей стрелкой... Так у него по героям по городам меньше... Он встает... То есть там в принципе... Не так много золота сдало... Так... Зидар... Хорошего... Не магов... Зидар... Не хорошего... Не магов... Объясню почему... Зидар... Очень мало у него знания... То есть у него почти... Очень проблема со знанием часто... Поэтому... Ну чтобы его... Знаешь... Скачать в мейн... И потом в надежде... Что где-то ты ему там найдешь... Пабских артефактов... На то чтобы... Раскачать ему ману... Ну это тоже... Прохладно... Этот... Спец по интеллекту... Айден... Намного лучше... Ну... Зидар... При подборе артов... Ну конечно... Это конечно не Малекит... Чего уж говорить... Малекит явно лучше... Да даже наверное... Гирд... Специалистового собственства... Будет наверное поинтереснее... Чем Зидар... Но... Саурук-то топчик... В любом случае... Есть еще... Кадберт... Герой Таганаш... То есть... Тоже папка... Еще тот... Надо быстренько окучивать... Родного компа... Искать у него там концы... А... Вот и гирд... Искать у него там концы... Быстренько собирать их... Лобетой там... Магию Земли прокачать... И... Выигрывать партию... Что еще делать... В быстром темпе... Возможно у нас получится... Зарашив оппонента... Может быть у него еще какой-то герой... Ну... Хотя... Знаю... Если ему закинуть... Судя по рельефу... Вверх к нему... Совсем не факт... Тут может быть просто... Может быть... Может быть дорога идет вот так... Кто знает... Вот так... Оба и поворот... А может быть здесь телепорт куда-то идет... А может быть это какая-то рыжа... Бездорожная... Тут как бы вообще не факт... Такие выводы делать пока рано... Ну... Кстати... Салмир... Возможно бы пригодился... Я знаю... Салмир... Это любимый герой стингера... Мейн... Нимус... Мейн... Пока непонятно... Кто... 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 Первый... Хороших скиллов нахватает... Тот и мейн... Калх... Может быть даже Калх... Потому что... Разведка... Это... На Excel шаблонах... Это очень сильный скил... Очень недооцененный... Он конечно... Очень слабый в начале скил... Очень слабый... То есть... В начале конечно... Ну... Любое другое... Что-то более-менее полезное... Оно конечно интереснее... А вот уже где-то ближе к середине... Когда ты бродишь по трэжам... И тебе... Каждый радиус открытый... Там засвеченные клеточки... Очень важен... В таком случае... Разведка может сильно зарешать... Конечно... Всегда можно там загнать лошка... Там что-то подсветить... Но... Нет такой возможности часто... Часто лошки что-то там случаются сзади... А герои... Главное с логистикой... Идет впереди... Поэтому... Вот как-то так... Будем посмотреть... Надо еще вот это вот будет забрать... Как-то вот это... И вот это... С эфритами уже... И... Мы будем прям... Нормально по артефактам... По параметрам стоять... Прям как надо... Прям как надо... Если еще сейчас... Конт каких-то найдем... До родного компа... Который там нам еще... Нормально что-то подсобит... Построит... Что-нибудь хорошее... Ну... Вообще... Шоколадно будет стоять... Есть ли бесполезные навыки в игре... Или все нужны... Мне безусловно очень много бесполезных навыков... Глаз Орлана... К примеру... Бесполезный навык... Ну... Навигация... Понятно... Дипломатия... Но... По данным варианте... Правил... Тоже почти бесполезно... Так... Решил ход... Проверяем... Проклятье... Не худший... Не худший случай... Ага... Так... Айнин... Пошел домой... Купил... Ну... Давай... Пока ничего не купил... Ну... Наверное... Все-таки... Купил... Ага... Купил... Так... Пойдем... Нимус... Или... Нет... Или... Фафнером... Не... Давай... Нимус... Сначала... Походим... Опять... Дерево... Здесь... Здесь... Трава... У дома... То есть... Можно... Пройти... Без дороги... Трава... Это у нас какой комп... Получается... Коричневый... Правильно... Я думаю... Правильно... Я думаю... Он... Возможно... Даже скажет свое слово... В ближайшее будущее... В ближайшее время... Тут есть вариант такой... Может быть... Можно... Быстренько... Попробовать... Бахнуть компа... А... Можно... И... Опа... Развилочка... Неожиданно... Получилось... Куда... Трыжа... Трыжа... Понятно... А это что такое... Так... Неужели... Куда-то там... Багнутый проход какой-то... Странно... 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 Немножко я озадачен... Ладно... Можно попробовать... Клеп взять... Сейчас... Так... Ну... Выходим на инферно компа... Я думаю... Мы... В его сторону и пойдем... Встреча с конфлюктом... Ну... В мои планы сейчас... Явно не входит... Поэтому... Поэтому пока... Повременим... Значит... Айнин... Покупает вышку... Магии... Естественно... Ничего путного тут не получает... Кроме стрелки... Но стрелка тоже хорошее дело... Имеем денег на выкуп демонов... Так... 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 Демонов мы... Правда... Не подвезем... А может и подвезем... Нам следующим ходом... Желательно бы... Эфритов организовать... Все... Для этого исходные данные... Кроме золота... У нас есть... Золото найдем мы в склепе... расконтролим ли мы сейчас прям сходу максималочку но кто-то я пока сомневаюсь в этом лично ну должны так вот он вот он вот он какой-то бабажок это с моего респа выход идет вот сюда тоже интересно как-то очень интересно так у нас по армии 24 гога демоны демоны хлеб ну пока нет пока скорее нет чем до сюда дойдет не может докуда дойдет дойдет досюда да где-то сауруга можно припарковать этот подбежит сюда ну наверно должны сейчас демонов подвезут еще и должны раскатать максималку спокойно пару болотных единичек купил так здесь выбежим немножко а можно и не выбегать очень много чем можно можно септиена вперед направить тоже не самый плохой вариант септиен направить сюда а они на вперед ну наверно тоже нормально ну сейчас может быть получится ну подтащим демонов до бетов и грабанем слеп так мимо добежат добежит даже досюда можно подвинуть его немножко назад не пришлось бежать а даже дойдет до него прекрасно так немножко здесь подра о о о о о о что я вижу ребята 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 ничка ну пока пока здесь пока так пока ну не знаю что дети это все построено слушать ну надо сейчас что-то думать если сейчас и фритов поставить и фритами рубануть передаемся ничего гунар уже раскачанный 5 4 серьезно что засчитаем у него сколько навыков суммарно так давай посмотрим пишут в чатике сначала все бесполезно ну да да ну как правило и так ну на джебе точно так здесь совсем не так здесь и бывает что вот топовые герои которые имеют топовую специальность он как правило и папка даже несмотря на то что он придет потом ему земля так но оппонент он сидит вообще без голды без ресурсов то есть возможно там что-то переблочено мы еще более-менее в фунт адеквате находимся и по замкам по территории и по героям посмотрим пока ничего не хочу сказать айнин 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 вот он наверно скорее всего с эфритами рубанет окошки он доползет я надеюсь но давайте посчитаем смотрите 5 4 9 10 12 навыков то есть 6 было стартовых то есть не он получил 6 уровней либо надел какой-то артефакт на 6 параметров соответственно то есть 5 еще потом мог получить за пандору какую-нибудь и прокачаться на до 5 уровня это 4 параметра 2 где-то поднять может быть повышалки может быть что-то еще может быть артефакт какой-нибудь тоже меч дракона плюс 2 плюс 2 его какой-то силе тут сложно говорить но фактор что 6 6 6 уровней получил 6 навыков опланы щитковым и чем отпали но мне пока более важно больше территорию разведать поэтому скорее всего отпали пока и покарать быстрее родного компа то есть план такой то есть мы сначала этим днем берем склеп тайма фритов и пошли 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 то есть айнин пока доезжает у у него я не у него хорошая стрелочка на 60 она очень сильно поможет и 3 ты мы он вот эту фигню пробьет ну и заодно заберет пандорку на пандорке скорее всего либо x5 5 пандорку либо хоть мясо мушки не гнули а этот брон сейчас бежит туда убивать убивать побежит этих надо не забыть только айнину оставить вот этот артефакт поможет поможет ну а и не вот это все поскольку вот это покрасим сюда прорвемся хотя кстати какой-то какой-то странный до проход на наш рецепт прям это реально багнут я такого давно не помню то есть на 3 спа идет три выхода то есть первый вот он прекрасный выход второй вот он и 3 вот он ну то что по дороге тоже уже хорошо то есть он может быть в кристальную зону либо в ртутную мы пройдем здесь вот с и фритами мы этих пробьем да а вот этот вот герой он где-то встанет ли поблизости то есть мы еще и фритами вот этот выход от беда привет спасибо всем кто подходит здрасте так 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 можно сюда еще герой обучат направить но честно на сеть я но я особо не рассчитываю все таки это пока это где-то надо и некромантию прокачать вот это кстати можно подкрасить подкрасить на этой неделе эфритами почему бы и нет то есть мне сейчас нужно будет что нужно будет мне нужно будет штукай чтобы купить вот этих пацанов и соответственно 4 тысячи на эфритов то есть если мы здесь пойдем возьмем 2 500 да у меня будет 5 плюс ну 2 500 меня здесь устраивает 2 500 это 2 пред минималка насколько я помню если я еще ничего прям в конец без памяти еще не сижу то есть нам пока эфриты прям вот этим ходом конкретно не сильно прям так горят но но ближе уже к телу надо их будет подвозить то есть у нас здесь колодец кстати удобный выход крыжачок я что-то думал ну грешил что болотный мол значит все это от крыжа отметается там где-то по бездороге этот выход а тут удобный телепортик правда две охраны надо бить обязательно на входе и выходе но охрана здесь не самая прямо скажем топовая поэтому имеем все шансы быстренько там подровнять и еще сейчас если родного компа заберем а если повезет он там на построить две тысячи можем если уж сильно прям пара прет прям жир мы можем тогда и там и там эфритов построить это будет очень круто но смешно самое смешное что данж может контрить это одной нычкой с порталом все вот эти вот наши потуги какие-то на кайфовое развитие так каким образом подбираешь выходе что-то зависит по какому принципу они тебе приходят или не приходят а подходит или не подходит ну смотри герои они то есть есть герои выполняющие основную функцию это папа есть герои выполняющие второстепенную функцию допустим имеющие как правило базовую магию землю и воздух то есть где-то портальщики где-то ддшники где-то некромант какой-то то есть где-то шкаляр переучить что-то то есть герои второстепенные чаще всего из тюрем приходят уже через чем-то раскачанным часто раскачиваются сами каким-то образом так ладно скупаем демонов и бесов на 300 монет надо купить или может с рукой махнуть ну его нафиг у меня вот золото есть еще причем нормально так так здесь не доходим пока стоим лучников не так много здесь не будет здесь много никогда ага небесов мы все выкупим да хотя я может быть поторопился с этими пацанами может быть можно было и сейчас и сейчас и 3 то купить и выкупить и подтащить но скорее нет чем да поэтому имеем что имеем гноли кстати нам подойдут здесь не вижу смысла их мариновать в замке передаем всех сюда оставляем бесов здесь он и возвращаемся в замок айнин идет у нас на максимум своих возможностей этот фафнер у нас немножечко еще мы посмотрим куда его поставить так так саурук анимус ладно давай потратим майонином чуть-чуть так саурук так саурук пошел не саурук минус пошла 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 и айнин на змейке выходит прямо на максимум а а а то есть может быть дойдем даже следующим ходом поэтому нам нужно чтобы чтобы вот этот вот герой как он называется фахнер владла ни о чем ну-ка здесь что здесь воздух обзор воздуха пригодится так танк ой сети я начата гоню там доходит вот до сюда отмотаем две клетки назад и мы должны где-то здесь он пусть тут стоит до айнина дотащит и хорошо хотя если айнин будет цифритами он скорее всего ему придется ломать либо воздушников но это мы я думаю сможем сделать стрелкой и пройти по дороге тоже я думаю нормальный вариант саурук папашка забирает унинусы все оставляем ей гнола для куши скорости так теперь смотрим что мы можем себе позволить в данной ситуации взять в крипт так так стэк бесов единички гнолей как пятая скорость единичка змейки чтобы где-то там что-то контрить так единичка змейки в первый стэк если на случай того что вампиры они все-таки прорвутся этот сюда этот центр этот на фланг вот как-то так а можно вообще отказаться от всяких там бесов весов и если мы из 100 придется жертвовать змеей если там будет совсем критичная ситуация но я думаю не случится такой критичной ситуации так пока ладно оставим хаурубу пусть у него будет чтоб я потом это не забыл сделать так ладно погнали ну естественно минималка естественно ни на что не хватит после этого но не слились да и тоже нормально пятая скорость ну нормально убежим но все и 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 Ну, в принципе, даже единички, наверное, для снятия ответки не потребуется. Полторашечка. Так, следующим входом нам нужно 1800 золотых наковырять каким-то образом. Так, сауруб. Значит, надо кого-то оставить саурубу, значит, на мяццо, которым он полезет на, как это называют, на этих орков. В идеале бы ящериц еще подкупить. Ну, ладно, пока так. Пока так. Этих, от этого оставим. Ноль. Непонятно, зачем вообще нам нужно. А, кстати, можно вылайкалхом, наверное, пробиться. Ну, да ладно. Не будем там заморачиваться. Ого, 95. Ну, хорошо, хоть по обыкновению их не оказалось еще половина грейджина. Как часто бывает в аналогичных ситуациях. Так. Папский гнол выполнил свою функцию. Как ни крути, демоны все-таки порешали. Немножко подстрахуемся от случайных каких-то моралей. Так. Поехали дальше. О, рашка, да? Ну, тут непонятно, далеко ли замок. А героя пускать назад мы просто не имеем права. Поэтому мы будем сейчас его наказывать. В принципе, армия у нас значительно больше. Поэтому не вижу никаких проблем. 21 бед. Ну, уже у них там есть магия. Ну, магия не магия. Но 21 беда не что-то как-то жаба прям душит. О, вот они, вот они, основная функция бедов терпеть. Значит, собаки. Ну, собаки побегут сейчас в единичку какую-то впишутся и успокоят. Больше от них ничего не требуется. Пусть... Ну, не в эту единичку, конечно, я имел в виду. Ну, и ладно. Сейчас собака сходит, потом, наверное, ГОК. Нет, блин. Здесь вот так. Хитрый ход. Сдался. Так. Извините, что любишь размещать ГОК в последний слот. Видишь, что других чащиков стрелковых тактирств. Это вкусовый тактический манер. А вообще без разницы здесь. Тут как в душе угодно. Вот у меня просто привычнее так делать. Ничего не могу сказать. Может быть, и других тоже какие-то свои методы. Но вот мне привычно так. Так, здесь подсветили, ничего не нашли. Может быть, здесь посмотреть проход какой-то? Хотя проход... Ну, в теории прохода здесь не может быть какого-то. Как такового. Ну, багнутые возможности только. Ага. Он к тому же инферно-компу. Все понятно. Все понятно. Так. Саурук. Стоит на контроле. Вот этот вот пацанчик пойдет сейчас... О, как удачно. Это радует. Этот стоит где нужно. Здесь рынок мы не смогли построить. Ну, и фиксим. Все, ладно. Вообще, со стрелковыми, с цехами имеет очень большое значение, куда его ставить, когда у тебя есть какие-то боевые машины. То есть, если у тебя есть баллиста, или если у тебя есть какая-нибудь... Ну, тент первой помощи, например. То есть, тут зависит от того, что ты хочешь. Если у тебя, к примеру, есть баллиста, а есть стрелки, то разумнее поставить их в нижний стек, потому что, чтобы заманить верхние... Ну, все отряды наверх, и чтобы они как-то сражались с баллистой, пока идет покойный расстрел. То есть, в этом случае, я считаю, критично. Если есть, допустим, другие... Если есть телега в боеприпасах, тогда лучше гогов держать... Ну, стрелков держать наверху. Почему? Потому что они где-то их рядом с телегой проще прикрыть. И телегу мы не хотим, в отличие от баллисты, чтобы монстры с ней вступали в какой-то контакт. То есть, ну, это имхо, опять же. Ну, то же самое с палаткой. Если палатка, то, наверное, тоже я бы ставил вниз. Потому что я не готов, чтобы палатка там терпела, и она слишком ценна. Вот баллиста, она должна терпеть. Поэтому их лучше со стрелками развести в разные стороны. Вот. Ну, пока какое-то такое мнение, ну, скажем, слегка, но пусть так. Так, что имеем? Что имеем? У него еще чуть-чуть апнул эти герои на уровень. Ну, у нас уже денег стало меньше, чем у него. Ну, да ладно. В принципе, я думаю, что он не бросится в какую-то отстройку драконов. Главное, чтобы он унычка не нашлась. А, и хорошо. Так. Ага. И хорошо. Чем образом драгиров? Ну, про героев я сказал уже. То есть, есть герои ситуативные для какой-то конкретной цели. Например, шкалеры есть герои, ну, с воздухом, с землей. Понятно. Есть герои боевые. То есть. Ну, вот как-то так. В принципе, если есть вопросы у чатика, вы не стесняйтесь, пишите. Так мне будет проще общаться, чтобы не молчать, отвечать на какие-то вопросы. Так гораздо интереснее, мне кажется, чтобы проходить стрим. Чем просто, когда я сижу и рассказываю, что мы пошли вот так. Тут клеточка для этого, тут для этого. Нет, я думаю, мне думается, что мы сейчас все-таки не добежим до орков. Ну, ближе куда-то Айнина подведем. Может быть, ему имеет смысл даже расщедриться, купить СП. Может быть, даже Гогов ломать, пока не знаю насчет Гогов у этих Хоббитов. Хоббитов ломать. Стрелка есть, в принципе, но мне мана еще понадобится. У нас еще будет СП. Шестая сила. Это 80. Мы будем по три этих сносить. Еще я хочу все-таки докупить. Есть ящеров. Все-таки вот, ну, чтобы наверняка. Кем лучше начинать играть за Инферно? И хорошо ли Демонения? Ну, тут за Инферно стартеров очень много различных. И нет какого-то москвенного, то есть нет какого-то определенного героя, который прям вот топ-1 старт и все. То есть, как, допустим, к примеру, ну, не знаю даже с кем сравнительно, например, с Галтраном на джебе, с чем тем же Шакти на каком-то шаблоне. То есть, а здесь можно выбирать того, кто по вкусу. Кто-то любит Мариус за счет хорошего скила армор и плюс скорости где он. Кто-то любит Калха за счет того, что легче пробиваться вначале за счет стека Гогов. Ну, я из таких. Я считаю, что Калха поинтереснее. Ну, мое мнение, опять же, нубское. Ничего не говорю, что так надо играть. Есть стартер Октавия, то есть, тоже нормально, потому что герои примерно, все равно вы будете героя брать какого-то стороннего, а 350 золота за Инферно, особенно если вдруг подземки, лишними не будут никогда, поверьте. Так, оппонент захватил замок. Хорошо. Ну, может быть, для него хорошо. Так. О-о-о, ребята, я даже, наверное, это на экран выведу. Как вы думаете, кто мне пишет? Мистер Редвайт. Мистер Редвайт. Так, ну, Редди написал, я думаю, что теперь можно точно не нападать на этих, на этих ребят, потому что, ну, все, тут близко к сливу уже. Да, тут Редди отвлекает, спрашивает там про первый снег. Так, значит, строим акритов пока, а-а-а, ничего себе, я лажанулся. Мне надо. Мне надо 5 серый, ну, вся серый есть, у меня серый есть. Загашнички. Калх лично ее поднимет. Тьфу, блин. Мы в говне. Вот Редди, стоило написать Редди, сразу все через жопу пошло. Честное слово, и что мне теперь армию вот сюда подтягивать, что ли? Блин. Блинский. Блин, блинский. Это же подстава. Причем жесткая. А без эгритов мне сейчас вообще никак нельзя. А, у меня есть еще вот такой мув с терной шахтой. Ну, блин, туда айни набросать. Бух, ха-ха-ха. Да уж. Так, этот. Куда дойдет партнер? Ну, допустим, мы как-то донесем и фрита, да? Может быть, сам Саурук лично здесь прорулит немножко. Угу. Похоже, это Редди. Но я не могу себе позволить потратить день. Я лучше потрачу день, наверное, на вот это вот, чем потрачу день на то, чтобы я вернусь по болоту, по эту серу доставать. Может быть, мы серый сейчас найдем. Она могла быть вполне, кстати, здесь. Здесь ее нету. Здесь ее нету. Камень опыта, но мы отобьем, он нам точно не помешает. Ну, вот этих не будем бить. Зачем нам это надо? Для какого-то ускорения сомнительного. Обошлось без морали, хотя я немножко не точно сыграл. Можно было бы все-таки прикрыться. Ох, эти ходы на клеточку нейтралов. Такие прохладные. Так, поиск пути, брону. Я думаю, что да. Да, поскольку тут болота много здесь возится, пригодится. Хотя, может быть, и не нужен. Шибко-то что по болоту ходить, мы там в глубины болотные не будем. Хотя, может быть, что-то еще пригодится. Ну, ладно, может быть, потенциальный папка. Может быть, земля зайдет, поэтому... Так. Ртуть прихватим. Не могу отказать. Да. Зачем горилю ускорения нужно? Что я буду тут выгадывать мувы? Что я туртуть собирал? Ну, в итоге не дошли. Ну, я не думаю, что нам сейчас какое-то сильное сопротивление здесь окажут. Хотя могут. То есть, я пробил довольно... Ну, как бы, какие-то... Нет, там, пешком пешая дошла, достаточно с него была. Все-таки, ладно. Не дошли, не дошли. Куда калха запустить? Тут его куда-то пускать его опасно очень. Потому что здесь его в еде откуда-то выскочит. Не пойми, какая-то бриса там была у него. И накажет. Все-таки нет, наверное. Ну, вот калха бы как-нибудь сюда, может быть. А может быть и в каменек вот имеет смысл выскочить. Но, опять же... О, кстати, счастливое число. Так. Здесь можно, кстати, сюда сундучок какой-то попробовать извоевать. Ладно, давайте попробуем. Рискнем все-таки калхом. Пойдем. Пойдем сюда. Хакнем стрельбу. Ну, если что, придется сбежать, да. Но не так страшно. И факт. Здесь у меня нет выбора, кроме как идти, собирать вот эту серу. Ну, даже, наверное, заход мне сюда будет не так выгоден, как возможно на обратном пути, да. Придется все-таки Айнином, героем, на которого мы возлагали большие надежды. Так, что-то здесь улик, да, нашли. Ну, тоже, ну, хоть не зря потратили время. Сюда-сюда. Ну, наверное, он справится. Я вот так думаю. Еще улик. Наверное, возьмем две. Все-таки гильдию магов. Я отстройку планирую дальнейшую. А здесь, кстати, это тоже возьму. Пусть это нам вообще бонуса не дало, но боевой дух мы себе прибавим. Опять же, плюсик в карму никогда не помешает. Смотрим. На эфритов мы на... Ребята! Эфрит это построенные... Я что-то такое наделал, вообще какой-то жесткий, прям фейл. Их же просто выкупить надо, мне не надо их грейдить. Я просто тупо ход просрал героям. Собираю какое-то говнецо. Ну, ладно. Уж не до хорошего уж так. Да, ребята. Все, кто пришел посмотреть здесь какую-то сильную игру, можете стрим закрыть, потому что вас обманули. Ой, блин, вот это фейл, конечно, жесткий просто фейл. Да, конечно, это Рэдди, ребят. Ну, такого не могло быть. Я бы в здравом уме было, такое точно не повелся бы. Это блин, это реально Рэдди накосячил. Так. Так, вот мы пробьем эфритами 10-19 лемов. Ну, на мой вкус должны... Ну, на мой вкус должны... Да, конечно, жесткий фейл, да, я надел. Жестко, жестко. Жестко. Так. Пробиваем. Я думаю, пробиваем с нападением. Чего не пробить? Ребята, что сейчас происходит? Ну, что, все, что-то? Ну, что, все, что-то? Он еще специально, да, расчистил дорогу. Ну, все-таки, все-таки хватает нам. Мозгов тут не залиться. Так, ну, вот по этих не полезем, да? Этих легко пробьем. Но я хочу все-таки сейчас Мимус немножко вот сюда подвести ближе. Я хочу Мимус Пандорку взять. Маги-то, скорее всего, не будет. А если будет, то такая магия мне неинтересна. А вот и Мимус подкачать как... Так, как героя, это мне идея нравится. Угу, так. Ну, тут папка Саурук сейчас пойдет разберется. Порядок наведет. Со своей топовой магией. Так. Ну, этих мы разломаем, да, магией. И этих придется, наверное, ломать магией, да? Да. А почему мы здесь постройку никакую не сделали, да? Давайте по-с этого начнем. Может быть, Гильдия-2 как вариант. Это раз-вариант. Второй вариант. Вообще ничего не строить. Здесь. Ладно, поехали с Сауруком. Че, он зря здесь простаивает имба. Так. Вот этих можно пробить, конечно. 20-49. В принципе, это реально. Ну, наверное, все-таки ай. А вот этих вот, кстати, может быть сложновато. Так, можем пока проверить вот эту вот штуку. Нелечею проверять. Так. Можно хоть отсюда напасть. Вот так вот сделаем. Так, у него уже ангелы. У него здесь, я так понял, что у него расклад действительно сильный. Консу он с коду рубанул. Гунара где-то прокачал. Вот так вот устанем. Здесь все на контроле. Построим вот два рынка. Хуже не будет, однозначно. Короче, без комментариев. Я оставлю это без комментариев. Вместо того, чтобы сыграть нормально, нормальные ходы делать, я сделал просто жесть какую-то. Пейл на пейле. Еще вопрос, как мы у эфритовыми будем тут все-таки расконтроливать. Ну, ящеры, понятно, помогут, да? Ну, будь их сильно много, мне даже стрелка моя не спасет. Я просто без эфритов останусь. Цитадель построил. Все жесть, конечно. Ну, радует то, что он не укрепился никак в замке. То есть он выкупил все, но Цитадель мне купил. Тоже молодец, мне нравится этот расклад. Я сейчас тогда просто единичек не составлю и побежу, побегу назад броном. Здесь у него Бриса наверняка там у нас с какими-то феечками и прочим. Поэтому, ладно уж. Да уж. Я думаю, даже, наверное, как-то сделать хитрее надо. Пока есть эфриты, пока мы их не просрали, может быть, все-таки взять вот это, вот эту нычку. Так, а ну-ка, у нас есть же такая функция, штука полезная, прям полезная-преполезная. Так, как, калькулятор силы охраны. Почему бы мне воспользоваться? Ты гуглов не грейдишь? Ну, иногда грейджу, они хорошие грейджные, но тут просто вот здесь не подруги, не с руки немножко грейдить. Так, не то. Ага, смотрим. Значит, объект, артефакт, минор. Артефакт минор, 5000 вылью, да? 5000 вылью. Смотрите, монстры у нас средние, плюс сильные. Так, смотрим. Получается у нас орков, здесь будет 27-43. 27-43. Они, конечно, фарш полный, но я не готов что-то с орками сейчас вступать в битву эту, эфритами. Я думаю, если их будет 40 штук, они мне тут стрельнут, у меня эфрита уже не будет в первом раунде. Какая-то одна стрелка, которая убьет три орка, это будет как мертвому примочка, поэтому вообще прохладная тема, оставим ее. Может быть, хорошо, что и не дошел, поэтому сейчас пойдем пробивать вот этих вот, ребят, и вот этих. А здесь этими будем разбираться. В принципе, расклад не неплох, но меня пугает тот факт, что нам пока нечего, нет конц. Нам не за что зацепиться, а он уже гуляет на ангеле. И вот это вот с хорошими боевыми параметрами. А может быть, и не на одном ангеле, потому что там был шакти, и сходу он там рубанул к концу. Может быть, даже двойку, может быть, даже тройку, если там прям прокнуло хорошо. Но нам надо сейчас немножко как-то это... Где у нас могут быть концы, да? Концы могут быть у компов на респе, да? Может быть, мы пойдем сейчас вот сюда. И найдем здесь зону кристальную компа розово-зеленого. Или зону ртутную. Можно вскрыть тюрьму. Можно пройти вот сюда уже, заготовиться на второй неделе, вот это сапог собрать. Ну, как-то тяжело, все идет тяжело. Тут дороги какие-то средние. У него Гунар, который по этим дорогам тут летает. Ох, этот Рэдди, конечно, и катку всю сломал. А вот думаю, еще выкупатель не Лабету. Все-таки тоже Лабета хороший герой. Может быть, в гномник даже залезть. Да, демонов надо взять. Скорее всего, они здесь будут построены. Ну, может быть, и нет, конечно. Наверное, он построил собак первым днем, раз мы с Торашки сражались, у него собаки были. А может, построил демонов у вездах бристой. Можно попробовать гарпи пробить. Лишний сундучок, опять же. Можно как-то красиво здесь пристроиться на разгоне, да, и довести следующим ходом вот эту вот армию. Из полной армии. Ну, да, а полная армия, может быть, после подвоза тогда уж. Эфритов. А этого героя сейчас надо догнать до нычки демонов. Здесь, может быть, даже и деньги бы неплохо получить было. И шахты дерева, самое противное, что-то тут нету, близко дерево. Тут у него гунар куда-то, наверное, просто он бежит. Мой компьютер по доходу вышел на первое место. У меня доход сколько? У меня доход 1000, а там, наверное, уже двушка стоит. А, нет, там, герой по экономике спец. Ну-ка, посмотрим сейчас по доходу. Я вышел на пирамиду, да, там нет игрушки. Так что он здесь построил. Он построил демонов табак. Тут вопрос, стоит ли нам можно сейчас встречать? Или он вообще куда-то убежал? А где здесь у меня заклинания? Я изучал специально. Обзор воздуха. Вот он, обзор воздуха. Кстати, а обзор воздуха показывает героев? Я что-то не помню. Ну, продвинуть здесь, естественно. Понятно, что про обычные. Все папашки. Дай-ка попробуем что-нибудь засветить. О, Хас даже выучили. А, ну, Хас Макфахнера из Глузнали. Давай попробуем. Показывает. О, Эни Мехирес. Все нормально. У него герой вообще где-то здесь в заднице. Критал в Таразаке станут. А, тут золото надо где-то нарыть. Не уверен, что встанут вообще не уверен. Герой, вот он единственный. Больше нету героев у него. Этот герой что-то идет ко мне в атаку. А замок оппонента здесь. Нет, не факт, кстати. Замок оппонента вот здесь. Где все герои трутся. Он сейчас будет с зеленым где-то там пересекаться. Может быть. Он вышел, вышел вот сюда, наверное, на розовый идет. Хотя как-то он на розовый идет. Но, может быть, не знаю. Ладно, пока не будем гадать. Что гадать-то? Ладно, побежим назад. Здесь побежим сюда, наверное. Армор. По золоту сложно еще скупиться на начале недели. Да, поэтому я сейчас думаю, наверное, даже о том, чтобы взять вот этот сундук. Он мне все-таки, наверное, поможет лучше. И надо еще вот эту нычку взять. А мы ее пока что, наверное, не берем. Так, факт, я чуть-чуть буквально. Не достаем этим днем, да? Ну, бить, я думаю, что это самоубийство на них бросаться с двумя экспитами. Вот этих можно пробить. Вот это можно пробить двумя экспитами. Вот это и это. Золков в круге очень помогло бы, но... Возможно, помогла бы даже гномятинка. То есть, если бы я сейчас калкам где-то вот здесь бы закончил бы, скупился в этом замке бы на первый день и бомбанул бы гномятинку. Вот это бы очень сильно помогло. Так, он кузницу построил, надо посмотреть. Нет, не построил. Собака. Ну, давай, так, наверное, и поступим. Нужно бы вот этих убить. Давай-ка попробуем их убить. Давай-ка попробуем. Моя-ка попробуем. Экс! 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 вот это вот этот парень мяческом под этого и а блин отбор все равно стоит убивать лога Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот он, как плохий приход Так, чуть-чуть помогло Так, ну я думаю, наверное, все-таки мы склонимся к этому плану изначальному Мы все-таки, наверное, здесь попробуем как-то подмитрить эту гномятию За неимением шахты захватываем ее Так То есть, у него армяк это мощное, уж чересчур А здесь, наверное, все-таки я построю стадель, как и хотел Или питов, вот кто-то, не знаю пока Субтитры создал DimaTorzok это сейчас мы возьмем так он пока непонятно с кем компом сражается и какая спелл щит может показать ну понятно что таким образом конечно ничего не выиграешь ни одного боя так 669 1 мораль даже затерпим наверно следующим ходом заводимся все ну ладно все нормально адмирал адмирал но тут блин ребят я даже знаю как комментировать такие нам все вещи но блин ну я только могу что сделать тут даже вызова корабля нет ну не ну серьезно рейдин зачем ну зачем ты пришел вроде нормально общались да ну нет надо было тут вроде тоже ничего не видно слушай наверное я их все таки пробью так для профилактики ну ну Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok бить их отдам тех этих отдам друзей здесь на ручке вот встанем сюда на крайний случай может быть черт придет падает понадобится подтащить можно тех же ящера вроде должно что прям критичное случится что мы покупаем здесь наверно мы покупаем 31 а здесь пока ничего даже гильдии нет поэтому здесь я думаю мы ничего не будем устроить так ладно все пропускаем пока не будем что будет а а а а а а Да уж. Все-таки надо как-то этого компа еще здесь отконтрить. И я думаю, что мы все-таки вот это все скупим здесь. И в любой гномник мы возьмем даже 30 калханта. Можем даже, кстати, и грейдануть Гогов на минуточку. То есть я думал, кузницу построить с телегой, ну, понятно, для каких целей, то есть мы это... Но сейчас я уже задумаюсь в том, чтобы загрейдить Гогов. Хорошая идея. Не помешают точно грейд. Можно, кстати, в этом замке построить пить лордов. То есть они будут здесь в цитаделию. Ну, они и там будут, конечно, в цитаделию теперь, но... Ну, не знаю. Короче, подумаем. Можно в демонение удариться в какое-то агрессивное. Адмирал, конечно, да. Самое смешное, что непонятно, что это за зона такая получилась. Ну, она, понятно, болотная, но что это было... Это был какому компу проход? То есть это либо это был выход... Возможно, это вообще единственный выход у меня к цепи, к общей. То есть... Кого-то в папашке наметил. Пока... Пока просто играем. То есть мне надо четвертый уровень получить, чтобы понять, будет ли здесь палка. То есть будет ли, допустим, магия земли у Калха. Если здесь Калха получает магию земли, меня он устраивает на сей момент. Нимус... Возможно, Нимус мы возьмем Пандору. Ну, это уже следующим днем. Возможно, ну, не знаю пока. Вот пока не знаю. Может быть, вообще герой с тюрьмы. Как-то надо еще вот это протащить цепь вот сюда. Нам еще надо вот это вот взять. Может, ну, от проклятия мумий. Ну, конечно, это уж сильно перестраховочно, но тем не менее. Нам сейчас цель вот этих, вот эту нычку взять. Она нам очень поможет. И я даже не исключаю вариант, что мы сейчас демонить начнем. Где-то в перспективе. Но я думаю, что пито все-таки лучше поставить в родном замке, потому что здесь гильда уже отстроена. Но для грейда грейд быстрее будет грейд. Хотя, вот, для демонения питофа не обязательно втыкать прямо вот на этой неделе. То есть, если мы купим питоф и загрейдим их на следующей неделе, у меня будет три пито. Это, в принципе, этого хватит, чтобы что-то, какое-то базовое войско перерубить. То есть, у нас нет каких-то агрессивных планов. Но, опять же, если Пандорке будет что-то подобное на войска, Фиона в ход киномер стартет. Да, Фиону пробовали уже в ВТ. Там у нее была разведка плюс тактика. Там как-то пытались апнуть, то есть, добавили разведка тактика. Есть скиллы, ну, не базовая, не адванс-разведка, а базовая разведка, базовая тактика. То есть, как-то пытались ее апнуть за счет этого. Да, народ много пытался за Фиону играть. Но, если честно, вот я считаю так. Собаки, они, конечно, неплохие, но Фиона сама по себе, как герой, она слабовата отсутствием боевых навыков, таких как офенс или защита. То есть, она в бою, если ей именно биться, она очень слаба. То есть, если мы стартуем Фионой, но играем потом кем-то другим, каким-то хорошим героем, то норм. Не смущает, что грыженные Гоги сплэшен дамажат своих. Это же не хота. Ну, смущает, конечно, но мы как-нибудь с этим справимся. Я смогу думать с этим жить. Поскольку мне важна вот эта в бою гномятник, мне важна скорость Гогов и важно количество выстрелов. То есть, у этих выстрелов 12, у тех 24. По-моему, 24, если не ошибаюсь. Если не 32, но 24, по-моему, считать. Это мне гораздо приятнее. Я буду от гномов убегать и в них пулять. То есть, по сути, мне что нужно сделать в гномятник тяжелый? Это мне надо вырубить стек один какой-нибудь, если грыженные есть. Потом как-то доковырять второй, а потом три затащить. Вот смысл боя в гномятни. Потом три мы затаскаем уж как-нибудь стека. Но гномы вряд ли подставятся под сплэш. Это уже будет совсем бред. Но одноклеточные они, как одногексовые, они обычно не составляют. Ну, а по факту расклада скажу следующее. То есть, если мы вот сейчас выйдем к компу, да, а комп, соответственно, упрется дорога в тупик, а вероятность этого, ну, крайне большая, что там не будет еще какой-то дороги, большая вероятность, как, например, с вот этим компом получилось, то мы просто останемся в безвыходном положении. И очень плохо это. Это очень плохо будет. Так, начнем с Айнина. Просмотр воздуха. Комп уже подбирается, да. Соответственно, нам надо защитить дамок. А, он здесь не подберется. Здесь тоже не подберется. То есть, он как он будет выходить, пока что не совсем ясно. Давай-ка вот так вот подразведаем немножко. О, гномятинка еще одна. Круто. Что делать? Что делать? То есть, в принципе, нам хватит. То есть, проверим гномятию, да? Надо ее чекнуть. Вдруг она маленькая, мы ее прямо сейчас этим ходом возьмем. В замок заходить не обязательно. Я не думаю, что он как-то обогнет. То есть, прохода здесь нет, здесь зомби. Он их не пробил и, видимо, бить не собирается. И здесь нашлась конца. А вы говорили, что разведка не решает. Разведка еще как решает. Я думаю, мы вот этим ходом, мы все-таки заберем гномятни. Мы очень получим буст хороший по деньгам. Поэтому, вот здесь как-то так сделаем. И этого тоже вернем. Ладно, здесь пока оставим этот маневр. С гномерами попробуем здесь порубиться немножко. Блин, что-то бред какой-то. Зачем это сделано? Чтобы первый ходил вот этот. И на морали мне не скрыл какую-то там дрянь. В принципе, не думаю, что мне когда есть поддержка нужна в виде, скажем, каких-то единичек. Ну, единички, конечно, я возьму. В виде каких-то дополнительных стека лизарда ударных. Я думаю, справимся и так. Такимагия очень сильная. Здесь разделим. И вот так вот хватит. Более чем, я считаю, что этого хватит. Поэтому... Поэтому... С стрелкой мы как-то уж... Ну, понятно, что он полетел сразу и не вывез. Ага, ну, понятно. Что он хочет. Я думаю, на этом его война закончится с нашими ребятами. Обязательно надо сейчас это скупить. Все-таки, я думаю, даже это будет именно прямо сейчас. Не вижу смысла разгоняться. Лучше пробежим вперед. Профи-то больше даст. Здесь мы побежим скорее до замка. И здесь мы побежим ближе к тому, чтобы вывести. Наверное, до сюда, да? Где-то... Ну, до сюда мы дойдем. Вот так вот стоит. В принципе, это норм. Для вывоза здесь героя, наверное, тогда придется купить. Но не страшно. Этого я не боюсь. Так. Здесь будем что делать вот этими папашками? Может быть, Нимус подтянуть. На битву. Ну, этот... Брон нормально уже намять не будет смотреться. То есть, стрельба и армор, который припар может потерпеть лишнее где-то там дамаг. Поэтому сделаем немножко вот такой вот хитрый ход. Вот такой. Здесь сейчас ему отдадим войскам. Этим бронам встанем в замок. А этим немножко назад вступим. Чтобы прихватить и то, и другое. Так, этих мы засунем пока сюда. А этих мы вот так вот разделим. Для чего это надо? Чтобы, если бой состоялся, у меня все стерлые единички были. Ну, бой вряд ли здесь состоится сейчас. Так, здесь соточка гномиков нам... Ну, может быть, даже мы с нее начнем. Почему? Потому что грешного стека нет. Гно... Этот минус. Здесь ошейник. То есть ошейник. Пока так. То есть, на всякий случай, на вывод поставим. Здесь ничего не могу пока сказать. По этому поводу. Тик. Куда его деть? Ну, пусть пока может... Ну, блин, не знаю. Пока что-то не... Планов отсюда вот мы не попадаем в ближайший день, да? Пока... Даже не хочется его трогать куда-то. Здесь мы, наверное, Google загрейдим таки. Сразу. Чтобы пока мы думаем, да? Может быть, здесь поставим рынок. Может и нет. Здесь мы точно строить не будем питов, но уже решено. Тогда просто апгрейдим Гогов. И даже, может быть, разгонимся тогда на них. Здесь этим что делать? Что делать? Что делать? Может быть, кстати, интересный был бы ход вот такой. То есть, как-то в стига именно в пупочку включить и передать вот эфиритов именно вот отсюда, с этой стороны. Не покупая додоб героя. Я, наверное, так и сделаю. Пафнер добежит. Ну, добежит, будем считать, что добежит. Стик. Куда стиг добежит? Ну, отсюда добежит. Сурук поможет. И нормально. Даже без героя обошлись дополнительно. Все, окей, пропускаем. В принципе, нам надо еще сейчас где-то нарыть денег, чтобы хотя бы, ну, скупить что-то вообще, с чего-то начать. То есть, нам надо скупить 12 ГОГов. Это, ну, тоже не бесплатно. Так-то. Тоже не бесплатное удовольствие. Может быть, когда на трейдинге... Ну, я трейдинг ресурсы точно не буду. Это будет последнее, наверное, еще будет делать. Трейдинг ресурсы. У меня пока нет вот этого, шибко, какого-то выбора. Есть еще вариант такой. Вот сейчас купить как-то и притов попытаться. Ну, двух я скуплю, да. И попробовать навалить-то на эльфов, чтобы что-то здесь набрать, сундуков. Так, ладно, немножко отвлекся сейчас начатик. Обращу внимание. Неплохая сручная. Ну, джеб это такое. Я думаю, тоже они не самые лучшие варианты фиона. Потому что если нычки будут, то как-то их сложно будет реализовать. Без нычек сложно будет это реализовать. На джебе, как раз, не очень калк лучше. Но тут примерно равны. Да там все примерно равны. Тут просто тупо дело вкуса. Пирь вообще я не раз... Ну, как бы, пирь хороший, но я не рассматриваю. Потому что логистику чаще всего и так дадут демонам. То есть, яркое тому подтверждение, что нимус, нет, калк с логой. Но нимус пока нет, но тоже часто очень дает максимальный шанс. Ну, Мариус надежно, да. А армор-то никогда вообще не был ничьи. Причем у Мариус у него есть шанс при первом скилле получить, допустим, хороший. Ну, если не получится, то мы получаем эксперт армор. А там получаем уже выбор из двух навыков неплохих. Ну, чаще всего они неплохие. То есть, редко такое, что на втором уровне тыкаются на это говнище. Ну, то есть, когда при экспертном арморе что-то какое-то плохо закидывают. То есть, если получить сразу землю, то есть эксперт армор и земля, то тогда мы имеем доступ к быстрой магии земли, к экспертной, или к логе. Также логу можно быстро прокачать экспертную. И это очень круто. То есть, это в этом плюс двойного навыка. Но есть также минусы, что можно, там есть небольшая вероятность, что можно влететь с ним. Так, ну, пока мы все равно по замку впереди. Оппонент не знаю, схватил, что-то не схватил, деревеньку какую-то нет. Не знаю, пока сложно сказать. Так, у нас, что у нас, что мы имеем? У нас есть сафриты здесь. Можно попробовать теоретически вот это взять. Ну, как-то это неохота. Можно попробовать взять пандору сразу, да, но тоже неправильно. Конечно, хочется прям со старых лету вот это хватануть. Мы гномов пробьем, посмотрим гномядню. Если она маленькая, ну, допустим, не сотка, то мы в нее можем даже броном вломиться спокойно, то есть набрать денег, вернуться, скупиться, вернуться сюда и взять вот эту. Уже на эти деньги мы купим эпритов, мы вывезем эпритов вот сюда, мы попробуем вот это все. Ну, и не только эпритов, а еще может быть демонов. Демоны будут, демонов купим. Если гномядня вот это будет хорошее, особенно если нам дадут прилично денег, то прям доволен буду я этим им ходом. Мой оппонент уже набрал таймера почти час. Так, то есть там игра, видимо, простая, прямолинейная. Так, по замкам мы сравнялись. Он взял оранжевого компа. Сапожки за орками когда собираешься забрать. Вот как раз в идеале этим ходом я планирую их забрать. То есть я скуплю эпритов, с питью эпритами уж они точно улетят, орки даже не лепитут. Ну, и, наверное, айонином будем брать пандору. Все-таки, даже если там экспода, она ему хорошо зайдет. Она ему нормально достанется. Не жалко ему экспо подарить. Он бьется с оранжевым компом. То есть вот он на схеме в той зоне. Он пошел в ту часть развития. Мы пошли в сторону чайного компа. Соответственно, где-то здесь, вот где-то здесь есть проход. Проход. Куда он ведет? Он ведет в зону номер 15, если посмотреть систему. Зона номер 15 предполагает какой-то выход к компу оранжевому. Поэтому может быть где-то близкий контакт случится. Пока не знаю, где тут у нас. У нас есть, кстати, ульи. Можно будет их собрать. Улик здесь есть, улик здесь. Они достаточно легко упадут. У нас места прилично накидало. Поэтому. Не знаю, не берусь. Может быть, даже где-то все это как-то армию скомпоновать и попробовать к концу долбануть. Тоже вариант хороший. То есть, мы пока вот здесь будем разбираться с гранятиями. Эфриты полезут, заберут сапоги Пандору. А дальше как-то мы все это цепями организуем на концу. Наверное, это будет идеально. Идеальное продолжение. И к концу мы разведаем, вместо конца большая. Ну, мы, конечно, тогда обломаем. И тогда можно будет... Ну, если конца хорошая, удобная, мы переключимся потом на ульи. Вот это все снимем вместе с ангелами. Мы легко прорвемся. Вот это вот. Вот это вот. Заберем все. И... Пойдем к комку. Вот к этому. Тут от этого компа опять же нам ждать что? То есть, если он просто дорогой идет в замок, это очень вероятный расклад без ответвления, то мы немножечко так в говнеце. Потому что у нас тогда останется выбора немного. У нас останется выбор. Либо мы лезем в трыжак раз выбор, да? Либо мы пытаемся строить вышку на контроль. Этот вариант мне нравится тоже. Но мы играем без перестройки, поэтому довольно-таки прохладная темка с перестройкой. Все. Единственное, конечно, может немножко подобломат за счет того, что здесь тоже окажется большая гномятня. И... мы не сможем броном ее сходу взять. Нам придется как-то это все пытаться обыграть. Тогда не знаю, что делать. в принципе у нас будет хороший стрелковый стэк. Ударный нормальный стэк из демонов. То есть в принципе мы можем как-то это все размикрить, но естественно мы максималку опасно будет очень. Но надеюсь, что здесь конца нормальная. То есть ее гномятнино нормальная. Мы ее берем, докупаемся, берем вот эту. В принципе любого размера она улетит тогда со скупкой. И... причем калхом. Ну, без проблем. А потом уже тогда пойдем известно на эфритов и по всей вот этой схеме запутанной. А, кстати, кто-то про Мариус говорил. Про Мариус что-то говорила, а она... Вот она нарисовала. Так. Ну, гунаршивка уже по параметрам не подрос, поэтому... Но компаунг взял. Даже не знаю, не знаю. У него два оранжевых героя где-то есть. ему проблемы создадут. Вот сюда бы можно было, конечно, еще вот эту охранку пробить. И сюда может быть ложка загнать. Ну, как вариант. То есть, я так думаю, что здесь зона утонула, выходного монолита здесь нет. мы сразу полетим в ту зону. Или вообще монолит будет сломан. Как ты хоть относишься? отношусь нормально. То есть, версия... версия... Я и к ВТ относился нормально, если бы он не... не баговал. Не баговал. Так, в принципе, у каждой версии имеет право на жизнь. кто хочет, кто играет. Но я вот... Я вот все-таки предпочитаю, что... все-таки предпочитаю сот. Мое мнение. Тем более, удобно. Ну, сделали в своем межде-моду, сделали интерфейс удобный. Поэтому, как бы, меня претензить к этой игре нет. Конечно, кто-то говорит, что, допустим, какие-то навыки... Кто-то балансит стартовую армию, кто-то балансит какие-то навыки, но... Я не знаю, не думаю, что это нужно. Ну, вот если еще насчет стартовой армии... Опа! Так, ТВ упал. Так. Упал ТВ. Оп. Разогнался. Так, ну, давайте пробуем. Упал ТВ. Так, мы пять гномов убиваем всего. То есть, не самое... не самое топовое дамаживающее силы, конечно. А эти вообще ничего не наносят. Я почему-то проскиповал ход, никто может объяснить, почему я не стреляю глобами. Да, здесь у нас получается двататочка, а здесь непонятно вообще чего. Дваточку мы, наверное, все-таки не продавим. Так, прям броном именно. То есть, мы убьем по пять, по десять глобов. В принципе, можно, конечно. Может быть, стоило даже героя купить. У нас просто вариантов ошибка не так много, потому что... Допустим, сейчас мы либо калком возвращаться к вот этой двадцатке, но потом мы ее так лихо разберем. Либо мы тымпанем сейчас и попробуем разобрать вот эту вот двадцатку. Но здесь тоже двадцатка или здесь даже может быть и тридцатка. все-таки даже как-то опасно. Здесь, в принципе, если мы получим пятерку, пять тысяч двадцатки, да, мне хватит, допустим, две семьсот скупиться, здесь еще тысяча двести семьсот три восьмот в принципе как бы больше проблем получится. Темповать, тысяч, тут грыженный стек, да, опять же, он нам тоже кучу проблем создаст. Но мы должны его выбить, я вот прям думаю, даже без проблем взять ее или сыграть более спокойненько. Так, надо посмотреть сейчас обзор воздуха, куда герой пошел в чайник. Ну, там где-то шляет, он может даже и так. Надо темповать, думает визор, да? Слушай, ну, я не знаю насчет потемповать. Я бы все-таки, наверное, склонился к тому, что калхом пройти сюда. Но они, например, так идеально герои все стоят, что я даже не знаю. То есть, по сути, мы если поставим вот это в первый стек, да, вот это поставим в третий стек, это сюда, это вот второй, этот поставим стек сюда, именно, правильно. То есть, мы сразу попробуем как-то навалиться на грейжен и стек, выстрел дадим и ударим, у нас там останется 10, этот не дойдет. Да, в принципе, я думаю, ладно, справимся. Да, должны, должны, должны. Поехали. Ну, ком, понятно, что не вынесли. То есть, в принципе, план такой был. Это сюда, это сюда, вот этим, пока не знаю, что лучше. То есть, либо его вот сюда пожертвовать, либо, либо его пожертвовать на темп, либо пожертвовать на снятие ответки. Пока, вот что-то даже, ну, не знаю, как правильнее будет сыграть. Пока не знаю даже. Наверное, все-таки мы ответочку снимем, но не помешает это. Здесь пока wait. Здесь немножко вот так сыграем. Даже, наверное, вот так. Пусть сюда идет. А, я понял, как надо сказать. Сюда. Здесь, чтобы на случай морали, мы как-то встанем вот так, чтобы, ну, он вдруг ударит единичку после морали. Хорошо, не ударяет он единичку. Убегаем. Вот жаль, нельзя здесь убрать такую возможность, что руку побежать и руками ударить. Вот это вот, конечно, сильно не хватает в этой версии. Так. здесь все-таки придется отдать, наверное, эту единичку вот на такую благую цель, как отманить этот цех. А здесь мы собираем вот так. Вот так собираем. Для чего это нужно? это нужно для того, чтобы сделать вот такой вход конем. То есть мы пожертвуем, бесами, но сохраним демона. И вот насколько это мне будет нужно. Сколько они нанесли? 22, да? И когда был один вступитель, вытерпим удар, Но не факт, что мы его переживем, да? Поэтому сыграем вот так. Этого отведем сюда. Этим ударим именно вот так. И здесь пойдем, наверное, вот таким путем. Так. Понятно все, что так он пойдет. этим пока вейт. сюда. Сюда. И здесь спокойненько назад отбегаем. Вот этот бы еще сюда забежал, вообще было бы отлично. так. Ну, вроде справились более-менее. Даже более-менее удачно. Так. сюда. этого придется отдать, да? Ну, не сразу так прям уж отдать. не прям уж сходу прям так отдать, как-то более спокойно это сделать. у нас патронов еще прям дофига, поэтому отлично. да, что ты бомаралишься так, мерзкие типы. блин, не могу бить. Наверное, не могу. А может и могу, не знаю. Ну, что не хочу точно. А вот сейчас потом ударю. В общем, первым. А этот сейчас пойдет стрелков сбить, ну, и нормально. так. Так. ну в принципе довольно ровненько прошло так довольно брон уже отпал как потенциальный папка да не дали земельку ну да ладно значит здесь скупаемся до конца и теперь спокойно форма нём это без им не нужны я думаю что не нужны прям чтобы вал тут мы быстрее мы быстрее тут все разберем папашки знают что надо темповать так смотрим ну здесь точно такая же схема абсолютно даже можно было это чтобы поставить google центр центральную часть даже чтобы совсем исключить какие-то форс-мажоры понятно что тут был слив 119 30 . но нам это а блин немножко не подрасчитал немножко не подрасчитал что блин надо было действительно ставить как ставил потом придется сейчас здесь как-то вот так это очень плохо это и так и и ну да ладно справляемся ух ты какой какой удар правда кривой стрелы но тем не менее ну так не придется нас от веточку снимать здесь мы про мораль это конечно но если про мораль это мы тоже справимся без сложной задачи на тени блин может выйдет поэтому поставимся тянут бил немножко не технично сыграл ну да ладно да гога конечно зря мыть не судьба так магия огня меня проклятие вроде было значит надо магию огня взять то что все уже земли на ближайшее время не видать поэтому возьмем огонь или стрельбу взять инди-грини да ну что-то как-то гномник конечно шикарно просто лег поехали сохранить на всякий пожар из этого тим-вивера может полететь я бы не хочу два раза знамятни перебивать спасибо так ситиенов здесь из кубка идет причем даже наверное можно и с гогами даже можно с питами питовку поставить так ну богов не знаю стоит ли покупать не стоит если бы намять них ввести то определенно стоит то есть мы в принципе как сейчас их потащим да ну на перспективу мы их загрейдим всеми вниверситете в концу ну и питов поставим так шикарно все разрулилось конечно ладно бога бога блин посещен флаг единства немножко не учел вот момент ну хорошо теперь у меня есть стик который знает стрелочку можно кстати вскрыть папашку стюряги я думаю это не худшее решение которое я мог придумать плохо расставил все равно ладно вроде нормально получилось так блин плохо будет Блин, плохо будет, ну не будет значит. Так, кого-то надо уволить. Ну, Фафнера, наверно, он отслужил храбро нам, или этот. Так, Айден, ну кстати, вообще хорошо. Айден, наоборот. Айден, наоборот. Так, и надо взять какой-то отжорчик и погнали. Google жалко на отжорчик. Так, поэтому полетели вот так. Странимся еще раз. На случай дисконекта, чтобы не перебиваться это все. Перетаскивать. Ну, поехали. Ну, в принципе, мы должны легко их тут свалить. Я думаю, мы их выбили бы и на первой неделе. Поехали. Поехали. Хорошо. Хорошо. Не переходи к другу. сейчас прорвемся а кто у друга просто зашлем прямо будут вопрос сейчас у меня стоит такой мы пойдем сейчас за артефактами возможно или пойдем за концой я думаю что мы пойдем сейчас за артефактами все-таки потому что они но нет наверное все таки это все равно как надо армию соединить воедино у нас есть минус для этой цели минус армию соединить или в корр или проверить чекнуть концу я за чекнуть концу а уже потом строить какие-то планы исходя из этого как чекнуть концу может быть мы просто сейчас потом подтащим все контент она небольшая звучочек какая-то нычечка еще а больше нету ничек это плохо просто можем очень здесь попасть я не думаю что их прям ошибка много всякий случай этого сауругом туда пробежим минус анимус надо держать вообще на готове ко всему то есть и вывозу сюда и к вывозу отсюда поэтому здесь будет оптимально при случае готовые сюда и при случае готовы обратно подтащить все ладно денег у нас в обрез в обрез поэтому то есть либо здесь мы сейчас будем петок строить до построим петок здесь потому что гильдии магов начнем гильдию магов надо было строить оранжевый напал на него как ладно еще почитаю немножко сятик с домиком красиво развел попався не на самом деле гок упал немножко не то в первом гноме гномники очень мне понравилось и в первый был намного сложнее бой чем 2 но втором и накосячила первых играл хорошо так ребят немножко отключусь ненадолго не скучайте готовьте какие-то вопросы папски так 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 не вот так так Продолжение следует... 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 придется наверно под героя этого загоню загнем сюда единичка ну конечно и единичка тоиди но я наверно не поле я так не полезно сикифритов конечно притяну даже героя купить ради такого случая бронг кстати там куда дай дойдет не дойдет доходы героя причем у нас как раз герой с армией тоже не не лишним его будет абсолютно выкупить блин зачем и собак так так вот и галит мы оставим или то здесь оставим возможно собачку это же тоже не будем нички возьмем хватит вообще таким запасом так а тут что интересно так так Так, первый, третий. Так, первый, третий. Так, мы сейчас делаем вот таким вот образом. Пойдем на бесе, помпу в одежде, что там нет, а мы перебросимся назад. Калхам. 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 Вот сюда дойдет. Рук немножко подальше пройдет. Но до сюда он, конечно, дотянет. на всех случаях пройдернем немножко вперед здесь запас а не тогда купить демонов но запас мы возьмем вот такой вот здесь мы фигом побежим готовиться к штурму вот этих вот ну наверное вот как-то так потому что нам надо еще путь будет прихватить может быть вот это вот следующим ходом соберем мариус мариус пока неизвестно куда сюда так айнин посмотрит героев так в принципе нагашники где есть это не а вот нагашник здесь но в теории можно почему нет они легко должны упасть причем даже любой там величины так ну здесь надо наверно сюда сыграть на всякий случай там запасом доноши брон не успеет немножко запас возьмем и пробежим до сына так мы уже по армии немножко вырвались вперед это меня радует здесь значит больше ничего не можем подстроить да ну ладно пока и ничего не будет ставить сейчас наша задача построить демонов так ну ребят мы конечно сохраняется весело но уже пора сохраняться у меня время позднее нагашников вот эту парочку в принципе прихватить очень даже можно не тридея нравится и кстати можно и захватить улик а также надо но сейчас насредоточиться на то чтобы здесь поставить питов и загрейдить их загрейдим их мы с помощью вот эту дефортуть мы найдем мы их загрейдим здесь это все соберем соберем да вот тут еще ртутик в море то есть можно уже потом после загрейда питов уходить в такую в отстройку гэма стартом замке прикольно кстати как синхронно все расположено где ком бегает инферно или уже помер слушай я смотрю его где-то он где-то здесь бегает пока но я не вижу досягаемости какой то есть может может конечно сейчас нападет на мариус ну возможно такое но он где-то где-то здесь носится и что-то боится показаться то есть отсюда он не выскочит здесь не выскочит может отсюда но отсюда слишком долго зайти его просмотром где ровну воздуха периодически смотрю но четко не нахожу так но оппонента там тоже уже восемь героев шахте шахте не качаный но понятно качает бунара бунара хороший конца у него есть на сил армии показывает меньше возможно он ну конечно не скупить ну не строил такую отстройку как я но тем не менее мы на 121 мы сделали полную скупку так ну что еще можно сказать сейчас мы но по идее план таков план таков мы куда-то разбиваем калха пока не знаю куда ну калх у нас сейчас пока вот кандидат папашки может быть огонь даже кстати я сильно опрометчиво как-то взял у него хватит хватало уже ситуативно его брон если сейчас что-то ему прокнет хорошая земля хорошо атака ну не муссу не ухода куда ее сейчас то есть сейчас нам у нас потенциально есть вот задача чем заняться это раз это два это три и это четыре четыре улья с грейдом питов и быстро выхода в трубу либо в трубу либо убийством компании естественно и там уже по ситуации там если у нас идет тупик значит мы уходим в гильдию и то есть план таков то параллельно где-то надо еще ложка сюда закинуть пусть чекнет чё тут я даже думаю что он просто не сработает этот монолит то что можно поедет скорее всего фотофики ведет но обратного выхода нет поэтому у меня такое мнение могу ошибаться так в принципе мы здесь как мы разыграли эту первую неделю и еще дней я в принципе доволен достаточно неплохо достаточно неплохо мы провели некоторые бои конца по конечно нет ну не прям уж не топово зашла да ну я думаю моего троечку бы здесь и не просто взорвали вообще без напряга какого-то то есть даже без магии мы бы спокойно богами закрылись в углу и просто бы раздолбили этих грифонов себе поэтому максималку не уверен что прям легко но я думаю тоже не взяли потому что все-таки такие таки тройка тройка вообще вы без напряга упала да и фейты бы умерли до немного демонов был ушло но целом мне я готов был в стройку ворваться и тройку проблем в стройке что и никак не отличить без доп разведки но у нас брон успевал зайти в концу поэтому мы бы проверили бы сейчас нужно срочно питов построить и загреть на это деньги мы найдем деньги ну как найдем мы сейчас у меня план таков хотя как мы опять же будем разбивать калха да сложный вопрос но я пока думаю что так что мы калха разобьем сюда хотя ради этого можно было и не бежать можно было просто сыграть вот сюда и пешком бы пробежать калха разобьем и направим его в сторону многобанка и здесь мы разгонимся неплохо было бы еще вот калха вот как то вот так прогнать чтобы он чекнул то есть калха здесь пока вот стоит может быть его разумнее было бы поставить сюда но скорее нет потому что с этим начнем с этого а потом вот так вот так пойдем к уликам улики по улик этот соберем да потом уже будем развиваться домой вот за этим уликам ну а здесь тоже какого-то героя потащим тут убивать например нему или кто у нас еще есть тут может быть даже мариус так ребят но мы приняли решение сохранять игру вот потому что у меня уже позднее время не знаю продолжим когда может быть выходные я думаю найдем время продолжить может быть на следующей неделе спасибо всем кто смотрел зрителей сегодня не так много было но зато кто пришел тот молодец зрителей но зато зрители как бы зрители верные постоянных кстати папашек тоже не было некоторых но не знаю даже в какое время тут видно что стример когда слайд айвы и прочесть и ред вайты все бегут туда о рэдди пришел кстати реддит посмотри я тебе покажу сейчас вот вот так вот начиналось вот так нычка демонов охрана дорога в телепорт то есть ваську пишет рэдди соответственно я делаю фейл жестким героем ну это ладно это моя вина и выход вот сюда как ты думаешь почему такое случилось ничего нету тебя не нигде не не ёкнуло в сердце ой ой покушать от рэдди Все, оппонент покинул игру. Соответственно, стрим мы заканчиваем. Спасибо за внимание. До новых встреч.